Слава Богу, дорогие братья и сестры! Все вы сели, давайте встанем и помолимся. Господь наш и Бог наш, Творец неба и земли, я прошу Тебя, Господь, Ты видишь и знаешь всякие волнения, переживания, страхи в нашем сердце, но дай нам, Господь, в доме Твоем чувствовать спокойствие и защиту. Чувствовать, Господь, что Ты сегодня говоришь к нашим сердцам. Чувствовать, Господь, что мы спасенные Тобой дети, и у нас есть надежда на то, что мы встретимся с Тобой на небе. Слава Тебе, Господь! Благослови, Господь, весь ход этого служения, когда мы будем предаваться не только своим переживаниям, но воспоминать о Твоей смерти и страданиях, Господь, за нас, чтобы мы имели жизнь вечную. Слава Тебе, благодарность и честь нашему вечному Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Займите ваши места. Мы приходим на это место для того, чтобы учиться любви. Любви у Бога. Потому что Бог есть любовь. И чем больше я рассуждаю над Божьей любовью, тем больше я понимаю, что Его любовь настолько высока, что на практическом уровне человек сам по себе не способен этого сделать. И несмотря на то, что внутри бурлят разные чувства, эмоции и переживания, Божья любовь, она выше всего этого. И величайший подвиг Божьей любви он совершил на Голгофском Христе, когда Он умирал на кресте ради того, чтобы каждый из нас жил. И удивительно интересная история записана в Луки 23 главе с 33 стиха. У кого есть Библии, откройте. Я хочу вам оставить одну сильную мысль, которую оставил Бог для нас на страницах своего слова. Это будет Евангелие от Луки 23 глава с 33 стиха и ниже. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую сторону, а другого по левую сторону. Злодеев в других переводах или у Матвея, например, написано разбойников. И Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают, и делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. И говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же». И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». И так легко читаются эти строки, потому что это кто-то простил кого-то. Так легко читаются эти строки, потому что это кто-то проявил любовь к кому-то. Эти строки читаются намного тяжелее, если речь идет обо мне. И написано, что распяли двух злодеев, и у Матфея написано разбойников. Другой перевод греческого слова – морских пиратов. Это душегубцы и убийцы. Люди, которые за свою жизнь, пираты, ограбили и убили множество людей. И таких двоих распяли вместе со Христом. И вы знаете, что-то интересное произошло. Матфея 27, 44 написано. Матфея 27, 44. «Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». Когда их распяли втроем, те двое, на которых и клейма не было где ставить, или печати, настолько люди, ну, представьте, распинали же не просто так. Они оба поносили его. Но в какой-то момент один из них посмотрел на Иисуса, сказал, «Помяни меня, Господи». Один из них, встретившись с Иисусом на кресте, сказал, «Помяни меня, Господи». И Христос сказал, «Ныне же будешь со мною в раю». Ему были прощены все его злодеяния. Ему были прощены его убийства, грабежи, насилие. Ему было прощено все. Потому что этот человек поверил. И он поверил не потому, что он мог жить, не потому, что его бы сняли с Христа, не потому, что Христос сам сошел с Христа и снял его с Христа. Он поверил в Господа, несмотря на то, что Христос никак не смотрелся как царь. Он не смотрелся ни как царь иудейский, ни как царь галилейский, вообще ни как царь. Он был избит, изранен, прибит ко Христу с этим терновым венком, с этой нелепой надписью над головой. И он, смотря на это изуродованное тело, каким-то дивным образом, непостижимым образом увидел там Бога. И когда мы сегодня молимся за кого-то, или наоборот, не молимся за кого-то, мы должны всегда помнить, что мы приходим на это место, чтобы учиться образцу Божьей любви. Он простил самого последнего человека, может быть, в последние часы его жизни, потому что мы знаем, что разбойники на кресте не переночевали, им перебили голени, они умерли тем же вечером. Но он говорит ему, ныне же будешь со мною в раю. Это великий пример Божьей любви. И сейчас мы будем молиться и за Украину, но специализированная молитва у нас еще будет в конце собрания. Мы будем молиться за служение, и самое главное, мы будем молиться за наши сердца, которые будут сегодня разрешать нам или нет принимать участие в его заповеди. Мы будем молиться, чтобы наша совесть нас не осуждала. Мы будем молиться, чтобы мы научились любить и прощать так, как любит и прощает Господь. А также мы будем молиться за то, чтобы Бог открыл наше сердце, когда мы будем жертвовать наши финансы. Финансы, которые, знаете, это вообще неправильное выражение, жертвовать наши финансы. Мы жертвуем его финансы, которые он дал нам, чтобы мы ими распорядились. Без Бога не было бы никаких моих финансов. Без Бога я бы был гол, как сокол, как церковная мышь. Бог дает нам определенную сумму материальных благ для того, чтобы посмотреть, как я этим распоряжусь. Поэтому давайте мы встанем на наши ноги, помолимся и пусть Бог благословит все, что будет происходить на этом месте.